Витаю, дорогие друзья! Сегодня поделюсь с вами простым рецептом дуже смачной и консервованной черешни. По литровым банкам я их хорошо помыла, но не стерилизовала. Раскладываю подготовленную черешню. Черешня сырая, сюда же попадает сырая вода, поэтому нет смысла их стерилизовать. Если в черешне уже есть червячки, то предварительно залейте ее холодной водой. В ведре или у большой миски, чтобы воды было побольше и оставьте ее на 1 час. Потом снова промойте и можно раскладывать по банкам. Набираю неполные, оставляю до горлышка свободными где-то на 2-3 пальца. Накрываю крышками и жду, пока закипит вода. Вода закипела, заливаю банки. Можно под воду подложить ложку, чтобы банка не треснула, но я наливаю тонкой струйкой под черешне. И пока она дойдет до банки, уже будет некрутой кипяток. Сразу же, как только банка полная, закрываю крышкой и заливаю следующую. Теперь накрываю полотенцем, чтобы они дольше оставались теплыми и лучше пропарились. И оставляю так где-то на 10-15 минут. Прошло 15 минут. Черешня хорошо прогрелась. Банки уже не горячие. Вот спокойно держу руки. А только хорошо теплые. В кастрюле первый раз я набирала воду, не отмеряя. Лишнюю воду слила, но не всю. Оставила здесь стакан воды. Потому что сиропа может не хватить. Ягоды немного усаживаются. Поэтому сиропа понадобится чуть больше. Сливаю сюда всю воду. Накрываю банку вот таким вот ситечком. Посмотрите, нет никаких червячков. Сироп чистый, красивый. Теперь на каждую банку добавляю по 2 столовые ложки сахара. Это где-то по 50-55 грамм. Хорошо перемешиваю. Цвет сейчас не очень яркий. Но добавлю лимонную кислоту. Здесь у меня 1,5 чайной ложки с небольшой горкой. По весу это 6-6,5 грамм. И посмотрите, как сразу изменился цвет. Какой яркий, красивый. Всё, отправляю кастрюлю на огонь. Сироп закипел. Заливаю банки. И сразу же закатываю. Теперь банку переклоняю, прокручиваю. Полотенцем держусь за горлышко. Если оно остаётся сухим, ничего нигде не протекает, значит банка хорошо закатана. Или же можете её поставить вверх донышком и посмотреть, протекает или нет. Делайте так, как вам удобно. Всё, закатала все баночки. Вот такой вот красивый компот. Чтобы зимой можно было и черешню поесть, её здесь достаточно. И компот выпить. Теперь его надо хорошо укутать. Поставлю на толстенькое полотенце. Укрою пледом, одеялом. И в таком виде он простоит до полного остывания. И такая консервация хорошо стоит не только в прохладном погребе, а и в кладовке при комнатной температуре. Если вам понравятся мои рецепты, делитесь нам и с друзьями. Подписывайтесь на канал, оставьте комментарии. Щиро дякую за вподобайки. И желаю вам всего наилучшего.